У человека есть карма, то есть есть неизбежные какие-то события в жизни, которые происходят в результате влияния силы, исходящей из него же самого. В Таджая-Йога-сутре описывается, что ум человека, он похож, как стресс ума, похож на стресс озера. То есть сверху ума находятся мысли, как волны. Потом дальше идет слой, связанный с эмоциями. Глубже эмоции находятся психический тонус человека, потом дальше, вернее, физический тонус, потом дальше психический тонус. И дальше Ил. Вот это Ил-озеро, это на санскрит называется Мохабхаба, то есть зона такая, где собраны узелки кармы. На санскрите это называется кармы-васаны. То есть узелки кармы, они состоят из всех поступков и желаний, которые у нас были в прошлом. Виды объясняют, что тонкое тело человека или психическое тело, оно не умирает. Поэтому, если мы о чем-то думали, чего-то желали, что-то делали в прошлых жизнях, то это все откладывается в этом слое психическом, который находится вот здесь прямо, здесь в области сердца. Если вы закроете глаза, посмотрите внутрь себя, то увидите темноту, там темно внутри. Если вы будете вот в эту зону смотреть, то увидите, что здесь темнее всего, и вот здесь вот какой-то углешок вырисуется. В этой зоне этот углешок находится на тонком плане. То есть мы смотрим внутрь себя с помощью психического зрения, физического. И там вот этот углешок означает вот эта зона, где находится карма. То есть сила отхода исходит в наши судьбы. То есть если взять вот эти волны поверхностные, то эти волны, они связаны с нашими мыслями. Если говорить о связи, допустим, психики с нервной системой, то психика стоит на первом месте. Она является основой для деятельности нервной системы. И беды, они объясняют, что если взять мозг человека, допустим, то есть семь срезов по глубине. И психически есть семь слоев энергетических, которые прислечивают весь организм, в том числе и нервную систему. Допустим, самый наружный слой психический, он находится на уровне мыслей человека. То есть мысли человека, они находятся с левой стороны, буквально вот в этой зоне. Ну то есть тут, там, где находится самая наружная часть извилин, с левой стороны, находится мысли вот здесь, с левой стороны. Если у человека, допустим, эта зона поражена, то ему тяжело думать. У нас есть методы, как это лечить. Даже таким образом, когда человек, аутизм, допустим, слабоумие в этом плане, мы научились с помощью карель деревьев, она прочищает. Каждое дерево находится на своем энергетическом слое. Мы научились прочищать даже эти психические каналы, для того, чтобы человека, допустим, вылечить эпилепсии или от различных нарушений психики. Таким образом, мысли человека — это самая поверхностная часть психики. Самое глубокое — это то, что мы в себе не видим. Но это глубокая часть психики, психический тонус человека. Его можно видеть вот по этой зоне. То есть в наружных краешках глаза видно настроение человека, его осознанное состояние. А вот внутренняя часть глаз, вот здесь вот, куда мы и смотрим человеку всегда, там находится подсознание. Человек сам себя не понимает в этой связи. Но мы его оцениваем поэтому и думаем, что он гад такой, кто ко мне относится. На самом деле у него изнутри просто идёт эмоция, которую он сам себе не знает. Так действует плохая карма. Она действует сначала на других людей, а потом уже они плохо начинают отражать это и плохо отзываются о нас. Мы думаем, что я ни в чём не виноват, он виноват. Он плохо ко мне относится, плохо думает обо мне. Так мы попадаем в иллюзию, начинаем ругаться с людьми. Мы понимаем, что наши силы, исходящие из нас, разрушают отношения. Примерно понятно, что такое карма? То есть эта сила очень сильно зависит от влияния пространства. То есть предописывает, что все планеты имеют психическую силу и пространство имеет психическую силу. Когда планеты движутся, они создают определённое влияние на этот глубокий слой кармы. Оттуда вылетают вот эти вот кармавасаны, узелки кармы. Они создают напряжение психическое. Человеку увольняют сработку. Не потому, что кто-то виноват, потому что так действует его собственная судьба. Когда человек это понимает, он просто начинает влиять на свою зубу. И таким образом он улучшает жизнь себе, улегчает жизнь. Один из методов, как решать свои проблемы. Часто люди как решают проблемы? Болит печень, лечит печень. А печень, она в результате чего-то болит уже. Допустим, человек гневается, гневливый по природе. У него будет скапливаться гнев в организме, разрушаться печень. Она начнёт наполняться энергией огня и воспалительные процессы там начнутся. Или человек обижается, у него страдает сердце, допустим. Понимаете? Люди не лечат эмоции, они лечат печень. Но излечить печень, это всё равно, чтобы отметать штукатурку, которая сыплется с потолка. Каждый день подметай, и всё равно будет сыплется, пока не поберешь. Понятно, да? То есть идея в этом заключается, что так не работает система. Поэтому веды очень большое внимание уделяют законам нравственности. То есть изучению того, как надо себя вести, что нужно делать, чтобы жизнь стала легче. И один из способов такого поведения называется сострадание. Сострадание означает, что ты заранее хочешь понять человека, который плохо себя ведёт, который плохо к тебе относится. Ты хочешь его понять. Понимаете? Это аскеза. И очень трудно это сделать. Взять, настроиться на человека, чтобы его понять. Очень трудно. То есть нужны силы для этого. А эти силы называются духовными силами. То есть духовные силы чем отличаются от просто силы? Простые силы можно, допустим, как получить? С помощью камги, допустим, качать там и так далее. Но духовные силы получаются с помощью духовных настроев. Не физических вот этих движений, а духовных. Единственным духовным настроем таким сильным является молитва или повторение «я желаю всем счастья». То есть это повторение чего-то тоже, мы же зарядку тоже повторяем, раз, два, три, четыре. Так и здесь тоже повторение с чувством какого-то, допустим, молитвы, оно соединяет человека с энергией счастья. В результате он становится более сильным в этом. Эту энергию надо дальше использовать так, чтобы счастье распространялось и укреплялось в отношениях, вокруг. И такой метод использования энергии счастья называется сострадание. Потому что когда ты пытаешься понять человека, который находится рядом с тобой, тебе становится больно от этого, потому что ты входишь в его состояние. Но если ты его понял, достаточно его просто понять, ему уже становится легче. Почему? Потому что есть только одна сила, которая меняет жизнь, и эта сила называется любовь. И только любовь, энергия любви, сила любви можно дать человеку возможность понять другого человека. То есть понимать можно только с любовью. Если ты не любишь человека, он тебе не нравится, значит надо делать так, чтобы он понравился. Для этого существуют свои методы. Эти методы называются «просить прощения и прощать». Понимаете? Когда ты просишь прощения, ты начинаешь и прощаешь, ты начинаешь видеть в человеке что-то хорошее. Допустим, в вашей жизни есть люди, у которых вы считаете, что нет ничего хорошего. Допустим, да? Это означает, что или вы не простили этого человека, или он вас не простил. То есть нет контакта на тонком плане, нет связи. Есть связь негативная, означает, ты чувствуешь негативные черты, черты характера этого человека, плохо думаешь о нем, не видишь в нем ничего хорошего. Начинаешь просить прощения, прощать его. Что происходит? Постепенно ты начинаешь видеть хорошее. Но большинство людей даже такого опыта не имеют, чтобы прощать и просить прощения. Это же работа, то есть надо трудиться в этом направлении. Это не за один день даже происходит. Надо, может быть, недельку попыхтеть каждый день, повторять. Прости меня, пожалуйста. Я виноват перед тобой. И смотреть на фотографии этого человека, мысленно кланяться ему. Представляете, мы этим не любим заниматься, нам легче телевизор посмотреть просто и успокоиться. Но это внешняя деятельность, она не помогает. Итак, мы не привыкли заниматься развитием разума, развития или духовной практики, еще можно сказать. Эта деятельность, она подразумевает, что мы заставляем себя что-то делать. Сейчас общество в основном, как правильно названо, общество потребителей. То есть мы не заставляем себя, а просто поглощаем что-то. Мы приходим домой, смотрим телевизор, мы смотрим интернет, допустим, играем, дети в компьютерные игры играют, поглощают это все. Они из себя ничего не вымучивают. То есть они просто, если им плохо, они пытаются себя развлечь. Вот это развлечение означает деятельность ума, которая на самом деле человеческие страдания не облегчает. Это просто, ну, это сравнивается вот с какой вот этим подметанием штукатурки, которая сыпется и сыпется. Если ты будешь в этот телевизор целыми днями даже смотреть, все равно ты почувствуешь, что жизнь от этого лучше не становится. То есть единственный метод нормальный, правильно жить, это совершать аскезы, направлять свою силу на других, пытаться другим помочь, служить другим людям. Не заботиться о себе, а заботиться о других. Когда человек занимается такой деятельностью, ему жить становится хорошо. Независимо от того, как ему было до этого жить, и независимо от того, кому он направляет свои усилия. Может быть, он направляет себе эти усилия к человеку, который ему не нравится. Ну, все меняется, это все меняется. Часто люди думают, что если я не нравлюсь кому-то, значит это навсегда. Ничего подобного. Я много раз в своей жизни видел, что можно изменить отношения с помощью внутренней работы. Обычные представления нашей психологии, нас, обычные представления о том, что и как, заключаются в том, что мы должны работать с ситуацией. То есть общаться напрямую с человеком, общаться напрямую с ситуацией, с событием. Веды считают, что это неправильный подход к жизни в целом. Потому что человек должен понять, что все отношения на самом деле строятся внутри него. И если у тебя плохой осадок к человеку, как бы ты ни общался с ним вовне, осадок этот не улучшится. Потому что как внутри было, так и останется. Но если ты садишься просто, начинаешь молиться, глядя на этого человека, допустим, молишься святому какому-то, чтобы он тебе помог справиться с этой ситуацией, то ты видишь, что к этому человеку ты начинаешь относиться лучше. А потом, когда ты его встречаешь, ты видишь, что с ним уже по-другому отношения. И взгляды встретились, и они, конечно же, сразу полюбили друг друга. То есть, ну, произошел контакт, то есть поменялась ситуация. И поэтому человек должен прилагать внутренние усилия для того, чтобы поменять свою судьбу. А проблема заключается в том, что у нас нет сил прилагать эти внутренние усилия. Почему нет сил? Потому что у нас нет практики вырабатывать эти силы. Поэтому в конце этой лекции мы будем совершать практику, мы будем повторять все вместе. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И так будем повторять долго. Некоторые устанут, они думают, что такое. Лекции нет. Через день что-то повторяем непонятное. Мне пришла развлекаться, как бы, надо повторять. То есть, другая деятельность. Смотри, до этого сидели и слушали. Да, здесь на самом деле не лекция будет, а концерт. Потому что я сейчас буду петь, наверное, лучше немножко танцевать даже. Вот. Но так или иначе, как бы, это хорошо, приятно, но потом придется немножко потрудиться. И так надо прилагать усилия. Сострадание означает способность принять боль на себя. Она состоит из двух аспектов. Это чуткость и любовь. То есть, грубый человек не может быть сострадателем, он не чувствует другого. Надо пройти чуткость. Надо посмотреть в глаза человеку. Принять ему боль. И желать ему счастья дальше. Не соглашаться с этой болью. Желать ему счастья. Помогать ему. Что с тобой стряслось вдруг, как я? Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать. Упрямо молчать. И час и другое подряд. То есть, это означает, что человек подошел к другому человеку и начал с теплом ему что-то говорить. Но для того, чтобы тепло в сердце было, для этого надо его в сердце набрать. Потому что иногда не хватает силы подойти и сказать. Поэтому в основном люди как живут? Они не общаются друг с другом? Ну, допустим, семейной жизнью, личной. Взять, допустим, семью. Мы сейчас проведем небольшую статистику. Вот для того, чтобы проявлять сострадание, нужно просто близко разговаривать. Разговаривать о трудностях совместной жизни. Причем разговаривать без эмоций. Потому что иногда такие разговоры случаются. Но они заканчиваются скандалом. Это означает, что каждый человек доказывает, в чем я прав. А не пытается выслушать другого человека и понять, в чем он прав. Хотя бы один, если начал слушать, скандалов нет. И этот один должен быть вы, а не тот, который не пришел на лекцию. Вы не любите кого-то сейчас. Вы не обращайте внимания. Я это говорю не потому, что я плохо к вам отношусь. Просто я на Северном Урале родился. Я простой парень. Но это просто... Вот вы сказали слово. И я знаю, зачем вы его сказали. Потому что не хватает любви к этому человеку. Наверное, это означает, что вы пошли в нужном направлении. Первое слово – это «наверное». А потом, когда вы помолитесь, потому что сразу очень трудно принять, больно принять. Когда вы помолитесь, вы увидите, что нет любви. Нет любви. Есть защита. То есть два человека почему ругаются? Потому что им больно, больно друг с другом рядом. Поэтому они свою боль высказывают, поэтому ругаются. В этом причина ругания. Нет другой причины. И поэтому хочется понять, почему я должна начинать, если он козел? Почему я? То есть... Если я наоборот начинаю. Виноваты? Да. Тогда нет проблем. Если за? Нет проблем, тогда нет. Я, если виноват, значит, я должен все исправить. Понимаете, проблема заключается в том, что мы не можем просто так посчитать себя виноватыми. Потому что у нас есть одна психическая структура внутри, которая не дает такую возможность. Вы знаете, я изучал ясновидение. Что такое ясновидение? Как можно ясновидеть события в будущем? Знаете, что веды говорят об этом? Если человек способен в будущем очень сильно видеть хорошее, тогда плохое он увидит без проблем. Само собой. А если он видит только плохое, это значит, что он не сможет быть ясновидящим. Человек, который видит в другом только плохое, это обычное видение. Это неясновидение. Это обычное видение. Мы все так видим мир. Мы видим прежде всего плохое в человеке. Но чтобы увидеть в нем хорошее, для этого надо сначала действовать и напрямую. Надо сесть. Это называется внутренняя жизнь. Очень мало сейчас людей этим заниматься, нас этому не учат. Надо сесть дома, прямо рано утром, поставить изображение святого внизу, изображение своего мужа и начать святому поклоняться и желать счастья своему мужу. Просить прощения, прощать. И постепенно вы начнете видеть, вспомните, что вы вместе с ним встречались когда-то, влюбили друг друга, что вместе жили, улетели своего ребенка, у вас столько событий хороших есть вместе. Но вы их сейчас уже все забыли, потому что негативное восприятие, оно все это уничтожило. Постепенно вы увидите, что это очень хороший человек, но сейчас вы не можете относиться к нему так, в силу того, что между вами накопилось плохое. То есть это благодаря молитве происходит, не за один день. Через месяц такой практики вы все начнете видеть это. Когда вы это все начнете видеть, в сердце вашего близкого человека, при виде вас, будет появляться совесть. Он будет чувствовать, что он к вам не прав, и он будет пытаться изменить отношения. Война закончится в результате. И это все происходит не потому, что вы с ним пытаетесь поговорить. Сейчас статистику проведем с вами, вы увидите, что это не работает в системе. Поднимите руку, кто из вас в ближайший год смог хоть раз спокойно, нежно, о чем-то важном поговорить со своим близким человеком без эмоций. Поднимите руку. Посмотрите в зал. Видите, 10% людей. Несмотря на то, что я здесь раз в 3-4 месяца читаю эмоции, все равно людям не хватает силы поговорить с близким человеком. Даже если они знают, что вот так надо это делать, не хватает силы поговорить. Да? Вот если это близкий человек здесь, допустим, если я с ней не могу с детьми поговорить, но с друг другом не понимает. это заключается как-то, понимаете, разница? Это заключается. Карма, она, понимаете, она по разному действует. Я, допустим, с вами могу поговорить, мне с женой уже тяжелее. Почему? Потому что между нами с ней очень глубокая карма, она действует, поэтому ее тяжело преодолеть. И поэтому разговоры такие уже тяжелее с женой. Чем ближе люди, тем тяжелее им разговаривать, потому что сила кармы сильнее действует от близости. Итак, надо понять, что жизнь начинается с внутренней жизни и заканчивается внутренней жизнью. Внешнее проявление жизни является лишь результатом внутренней жизни. Если я внутри себя хорошо поработал, я хоть как-то могу что-то сделать для близкого человека. И первый этап таких действий называется сострадание. Вопрос заключается в том, насколько я могу близко это сделать. Потому что если очень сильно карма идет из близкого человека, я не могу слишком близко к нему подойти в отношениях. Потому что в результате меня начнет трясти. Я не смогу говорить дальше, потому что мне станет плохо. Это значит, что у меня не хватает силы. Озеро моего счастья, оно еще пока очень мелкое. В нем нет столько силы, чтобы своим счастьем поделиться с другим. То есть не хватает. Но сострадание что такое? Сострадание это способ устанавливать положительные связи. Отношения, в которых будет царить добро. Это сострадание может выражаться по-разному. Например, взгляд с участием. Означает, что ты видишь, что человеку плохо. Просто смотришь на него и показываешь ему, что ты видишь это. Этого достаточно. Уже отношения становятся теплее. Рыбки знаете, как воспитывают своих мальков? Они просто касаются их состраданием. Они разговаривать не умеют. Гавкает собака по скервилле. Оказывается, есть еще рыба по скервилле. Когда она проявляет себя, то кругом царит гробовая тишина. Потому что рыба по скервилле не может гавкать. Но это идея, в чем заключается. Что рыбы, они не могут говорить, но они и мальки чувствуют рядом заботу. Потому что они могут касаться просто. Кто шлепнет, то стукнет. Кто шлепнет, то прякнет. Так происходит воспитание. Ракин в своем время говорил. Это правда. Надо все просто это делать с любовью. Добрый взгляд. Можно как бы взять человека, коснуться его как-то близкого. Это очень сильно работает. Называется страдание. Прикосновение с любовью. Не всегда можно говорить. Потому что когда человек открывает рот, то карма через рот выходит сильнее всего. Через прикосновение меньше кармы, через взгляд еще меньше. Рот открыл и пошла. Что ты вроде что-то хорошее хотел сказать, а получилось все наоборот. Человек обиделся. Близкий. Так, сострадание не всегда означает беседа. Вот если вы приходите домой, хотите сострадательно отнестись к близкому человеку, и говорите, сядь рядом со мной, допустим, мужу. Я хочу с тобой поговорить. Для мужчины это стресс. Просто для мужчины сесть рядом с женой, это стресс, потому что 20 лет жили вместе, и поговорить близко означает, что она сейчас будет мучить жалобами своими, эмоциями. И мужчина сразу такой, ну я не знаю, мне надо сейчас смотреть телевизор, то есть мучается. Ему тяжело сесть рядом с женой, он уже боится. Потому что сердце очень чувствительное, у женщин очень сильные эмоции. Она сама не замечает, как эмоциями давит. А мужчина больно, он как бы чувствует давление, он страдает, когда начинает орать. Когда он начинает орать, то он начинает через этот центр психически давить. А у женщины здесь очень слабое место. В результате она от его полосы ременеет, она не может ничего сказать, думает, а я иначе какое сострадание, у меня просто сумасшедшее. Понимаете, то есть так люди живут друг с другом в любви и в полной гармонии. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем, какие усилия к чему прилагать. У нас нет знания, как общаться. Мы не знаем, что самое надежное общение это взгляд. Просто теплый взгляд на близкого человека. На втором месте стоит прикосновение. На третьем месте стоит отвлеченное слово. Отвлеченное слово тоже хороший метод проявления сострадания. Допустим, посмотри, какой снег вокруг лежит. Да? Мороз и солнце, чей день чудесный. Еще ты прелешь, друг прелестный, а время уже 8 часов утра. Пора, красавица, проснись. Кроме сомнутых и комзоры. Все можно же делать с любовью, понимаете? И не обязательно грузить народ, что в ближайшие дня у тебя пухнут веки, там почки отвалятся. То есть это не работает система. Надо поэтично, с любовью человека приобщать здоровому к жизни. Очень нежно, заботясь о человеке. Не надо его мучить. Итак, сострадание означает, что мы ценим боль друг близкого человека, его чувства. То есть в чем выражается мужская боль больше всего? Что больнее всего мужчине? И еще не больнее всего женские эмоции. Когда женщина эмоционально что-то говорит, она ему пытается глубже объяснить. Это означает удар на же пояса. То есть вот сюда. Ему очень трудно это слушать. Его замыкает, он начинает вырываться из отношений. Женщине тяжелее всего. Это принцип мужчины. Принцип. Давление принципа такое. Так, я тебе сейчас все скажу. Ну вот как начинается принцип, то женщина уже как басит раньше, чем он уже начал говорить. Потому что давит он на мозги очень сильно. Ну то есть идея в чем заключается? Что надо понимать боль близкого человека. Боль означает мужчина без давления, говорит с юмором, жене, говорит, тебе надо пораньше вставать, а то у тебя гормоны будут страдать, гормональные функции, адрекции слышали. Вот. Даже не обязательно как бы говорить, что что-то будет страдать, а просто вставай, красавица, проснись там. И просто там взять ее вот так и понести в ванну. Ничего не говоря. Уже, уже пора вставать. Взял и понес. Все женщины согласны так подниматься с постели. Я просто уверен. Да? Кто не согласен поднимите руку? Женщины. Вы не согласны. Сами хотите, да? Хотя она крепкая такая, воевая. И кто еще не согласен? Так вставайте. В римте единогласны. Тот и воздержался. Ну ладно. И так, надо учитывать психические функции. Женщина очень ежное существо. Ей надо как с пушинкой обращаться. Вот так, очень аккуратно. Чтобы ее не как... Мужчина, у него очень болезненное самолюбие в том плане, что он все время в жизни должен победить себя. Поэтому мужчина рождается. И поэтому надо всегда к нему относиться, как будто бы он уже себя победил. Ну то есть надо его... Вот относиться к нему в этом аскезе женское заключается, что он такой вообще очень молодец. То есть очень такой молодец, хороший. Очень надо так относиться уже заранее. Даже не обязательно говорить это. Он может догадаться, что это из лекций. Но смотреть можно. Вот так вот.